Безопасность важнее улова. Не все камчатские рыбаки-любители это понимают. Поэтому сотрудники ГИМС провели очередной профилактический рейд по водоёмам Елизовского района и напомнили об опасности нахождения на льду весной. В связи с наступлением весеннего периода, а также активным воздействием циклонов на территории Камчатского края преобладают положительные показатели температур. По этой причине структура льда становится хрупкой, происходит активное таяние льда. В некоторых местах происходит вскрытие водоёмов. Так, к примеру, река Авача полностью освободилась от льда. Однако рыбаки производят лов рыба с заберегов, что таит в себе опасность от кола льда. Ночью лёд ещё способен выдержать небольшую нагрузку. Днём же он быстро нагревается от талой воды, становится пористым и очень слабым. Весной лёд крайне коварен. Утратив свои свойства, он не затрещит и без предупреждения может разойтись под ногами. Стоит понимать, что долго в холодной воде человек не продержится. Сердце может не выдержать нагрузки уже через пять минут. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю настоятельно рекомендует не рисковать собственными жизнями и не выходить на тонкий лёд. На предупреждение инспекторов рыбаки отвечают, что они привыкли к риску. Многие рассказывают, как на их глазах люди проваливались под лёд. Но при этом никого из любителей подлёдной рыбалки эти случаи не останавливают. Мы от моста до пограничного плавали на льдении, ничего. Но у нас не было случая, чтобы кто-то тут тонул, кто-то... Вот именно здесь не было случаев таких. Ну, лёд трескается понемножку. Ну, как только треску слышим, конечно, все бежим. Отдельно сотрудники МЧС обратились к снегоходчикам. Несмотря на то, что в северных районах края таяние льда происходит немного позже, ежегодно в весенний период фиксируются случаи провала снегоходчиков под лёд. В связи с этим, главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует пользователям снегоходов объективно оценивать ледяной покров при передвижении по нему. Безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в солёной. Сейчас же лёд утратил свою прочность в устьях, рек, притоках, в местах быстрого течения, бьющих ключей, вблизи деревьев, а также в местах, где есть водная растительность. Если температура воздуха более трёх дней держится выше нуля, то прочность льда снижается на 25%. Выход на лёд возможен только там, где это разрешено, в основном на ледовых переправах. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Это нужно делать палкой строго перед собой. Если после удара на поверхности появится вода или раздастся треск, то необходимо вернуться на берег. Для этого идите с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда. В крайнем случае – ползите. Дополнительную опасность представляет проламывание льда для человека, который несёт тяжёлый груз, рюкзак или мешок. Перед выходом на замёрзший водоём нужно ослабить его лямки. При движении по льду на лыжах необходимо расстегнуть крепление лыж, освободить руки от петель лыжных палок. В случае необходимости вы сможете быстро освободиться от груза и лыж, а с помощью палок легче выбраться из полыньи, если вы туда угодили. Сотрудники МЧС напоминают, что если беда всё-таки случилась и вы провалились под лёд, то не стоит паниковать и делать резких движений. Надо раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда. Затем попытаться осторожно лечь грудью на край и забросить одну, а потом и другую ногу на лёд. Если всё идёт хорошо, медленно ползите к берегу, в ту сторону, откуда пришли, ведь там лёд уже проверен на прочность. Добавим единый номер всех экстренных служб – 112. По нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устройства связи. Редактор субтитров А.Сёмкин